В единый день голосования, 14 сентября, на территории Воронежской области будут проведены 13 избирательных кампаний. В последнее время в федеральный закон внесены ряд изменений. Часть из них коснутся уже выборов 2014. Подробнее мы поговорим об этом с Владимиром Егорьевичем Селяниным, председателем избирательной комиссии Воронежской области. Здравствуйте, Владимир Егорьевич. Здравствуйте, Светлана. Ну вот некоторые уже говорили об этом и на федеральном уровне, о том, что выборы 2014-ти выборов коснутся ряд изменений. Вот не могли бы вы пояснить нашим зрителям, перечислить, какие именно сентябрьских выборов коснутся изменений, с какими новшествами мы познакомимся? Вначале я хотел подчеркнуть, что вы правильно заметили, что новеллы безусловно есть. И вот мы, наверное, не вспомним ни одних выборов, таких широкомасштабных, которые проходили бы по предыдущим законам. Каждым выбором готовится или новый закон, ну, понятно, что в основу ложится то, что было ранее, но с заполнением изменений. Или какие-то существенные поправки. Вот в эту избирательную кампанию действительно будет несколько таких существенных новелл избирательного законодательства, хотя мы, может быть, раньше их уже и проходили. Ну, первая новелла, наверное, основная, это выборы губернатора Воронежской области. Это выборы высшего должностного лица. Да, 10 лет назад мы избирали, потом от этой нормы, так сказать, отошли. Была предложена другая форма утверждения, избрания высшего должностного лица. Сегодня законодатель, опять же, вернулся, ну, в части, вот, для определенных субъектов дано право назначать выборы и проводить всенародно. В ряде субъектов осталась форма, когда это делает представительный орган власти того или другого субъекта Российской Федерации. Ну, вот у нас новелла, это выборы губернатора. Первое. Вторая, может быть, новелла и важная, связанная с этим, это так называемый муниципальный барьер, который должны пройти кандидаты. Наверное, правильно. Ведь было время, когда, ну, носили денежный залог, скажем так, вот, кандидаты с тем, чтобы баллотироваться, дали, так сказать, на ту или другую, так сказать, должность. Потом залог убрали, подписи были, для партии их тоже убрали. Вот сегодня ввели такую форму муниципального барьера. Да, действительно, у нас в Воронежской области нужно набрать 286 подписей депутатов, ну, с превышением 5%, мы говорим, ровно 300, которые должны представлять 26 муниципальных районов нашей, не менее 26 муниципальных районов нашей области. И вот при соблюдении этого, ну, и ряда других, так сказать, условий, может быть, сдача документов там, значит, кандидат может быть зарегистрирован на эту высшую должность в Воронежской области. Следующий момент. Ведь ранее, вот, в формировании Совета Федерации, избранный губернатор или тогда глава администрации еще ранее, и Воронежская областная дума направляют по одному члену в Совет Федерации. Сегодня, уже на стадии подготовки к регистрации, кандидат в губернатор должен определиться и назвать три фамилии, кого он в дальнейшем, так сказать, будет предлагать в Совет Федерации. А это тоже высший представительный орган власти Российской Федерации, и этот человек будет представлять именно интересы Воронежской области. Это очень важно. Да, я думаю, что это... Ну, может быть, кто-то будет и опираться на... Совершенно верно, да. Это интересно, и, скорее всего, да, вот, связки губернатора с членом Совета Федерации будут делать свой, так сказать, выбор и определяться в предпочтениях поддержки того или другого, так сказать, кандидата. Вот это новелла. И есть ряд новелл, которые, может быть, не коснутся данной избирательной кампании, а будут в дальнейшем применяться на территории Воронежской области. Ну, вот, в частности, введена была норма, это досрочное голосование. Но Конституционный суд сказал, там, где нет открепительных удостоверений, там необходимо вводить досрочное голосование. У нас ранее были открепительные удостоверения и на областном уровне, и на местных выборах. То есть нам не пришлось вносить изменения в закон. То есть у нас сегодня досрочного голосования не будет, но у нас есть форма открепительных удостоверений, когда избиратель может проголосовать на любом избирательном участке Воронежской области, вот, ну, в частности, на выборах губернатора. На выборах органов местного управления, на территории соответствующего округа. Это или весь район при выборах главы, или это определенная, так сказать, территория. Вот. Вот это новелла. Еще, значит, новеллы следующего порядка. Ну, тоже у нас это было, потом отменяли, сегодня снова внесли в закон. Это против всех голосований. Вот здесь не нужно путать. Значит, эту норму ввели только для выбора в органы местного самоправления. И она начнет применяться только с 1 января 2015 года. То есть вот даже те компании, которые мы сегодня называли с вами, или называем... Это не коснется. Да, это не коснется. Так многие будут искать, где какие-то, может, крестики ставят на пилюте. Вот здесь не нужно путать, потому что есть сегодня политические партии против всех. Они вот как бы заняли эту нишу, когда... Запутать специально. Да, может быть, и запутать. Ведь у нас, знаете, разные технологии применялись, когда названия партии близки друг к другу, так сказать. Когда аббревиатура одна и та же, так сказать, получается, но расшифровка несколько разная. Вот когда фамилии кандидатов иногда меняли перед выборами специально, чтобы, так сказать, но быть вот или впереди реального кандидата, так сказать, в бюллетене для голосования. Или чтобы было имя, отчество и фамилия схожие. Ну, одинаково, что называется. Чтобы запутать, потому что кто-то потом разберется. В бюллетене же данные довольно краткие указываются. Там принадлежность к политической партии, понятно. Все. Но иногда, вот и аббревиатура букв политических партий, она схожа. Ну, допустим, вот КПРФ у нас есть партия. И казачья партия Российской Федерации. Это тоже КПРФ, так сказать. Так что вот, ну, есть много других примеров. Ну, партия против всех, это, конечно, вверх каких-то избирательных технологий. Ну, вот пошли по этому пути некоторые организаторы. Ну, можно приводить многие другие примеры. Я надеюсь, что вот наши избиратели, особенно кто интересуется участием в выборах, кстати, активно, ну, в этом должны участвовать все. Ну, законодательство понятно, что изучают не все досконально. Но кто интересуется, я думаю, они обращали внимание, что постоянно вносятся какие-либо изменения, так сказать. Вот, ну, принципиальные такие, которые основополагающие мы с вами назвали. Но есть десятки, а порой, может быть, и сотни поправок в то или другое, так сказать, норму закона, который, так сказать, ну, в определенной мере влияет на сам процесс, так сказать, вот участия в выборах. Вот с каждым годом какие-то вот вводятся новшества для того, чтобы человек, который идет на голосование, верил в то, что действительно его выбор и выбор остальных будет никем не опровергнут, да, и все будет по-честному, как говорится. Вот в этом плане появились какие-то новые изменения или какие-то новые интересные технологии? Безусловно. Вы правильный вопрос подмятили. Ну, я скажу, что за последние, наверное, 10 лет делается упор на прозрачности избирательных кампаний. И вначале это было, допустим, институт наблюдателей очень такой расширен, что наблюдатели имели право то-то, то-то, то-то расширить условия, знакомиться с любыми документами, обращать внимание, там, председатель участковой комиссии на те или другие моменты, значит, присутствовать на голосовании и в помещении избирательного участка, и вне помещения избирательного участка. Это вот что касается наблюдателей. Кроме того, сегодня ЦИК России принял специальное постановление о технологическом оборудовании. И вот мы буквально в конце июля получаем полный набор ящиков для голосования прозрачных. Это и стационарные, которые будут находиться на избирательном участке, вот это и переносные. То есть полностью все технологическое оборудование, включаясь ее, ящики для голосования, у нас сегодня будут прозрачные. Раньше у нас была часть стационарных, изготовленные из ДВП, там, ДСП, вот, часть были полупрозрачные, там, допускали 80% прозрачности, а сегодня закон до 90%, то есть вот урны будут обеспечивать 90% прозрачности. Вот гаишники иногда проверяют стекла у водителей, там, затемненные, сильно, не сильно. Вот, вот у нас это тоже приборы, мы проверяем урны, ящики для голосования, и они будут полностью прозрачные. Вот это тоже как показатель. Ну, еще один показатель, я его назову, мы как-то, может быть, в предыдущих передачах об этом говорили, это участие членам комиссии с правом решающего голоса от политических партий. У нас сегодня 57 региональных отделений политических партий, ну, вот на момент формирования избирательных комиссий участковых, а это было в апреле, марте-апреле прошлого, теперь уже года, тогда у нас несколько меньше было политических партий, тем не менее, 21 политическая партия приняла участие в формировании. И вот партии парламентского типа, это 4 основные, они практически предложили кандидатуры большинству участковых комиссий, а я напомню, у нас их постоянно действующих 1692. То есть 17600 членов комиссии, они представляют интересы на сегодня 21 политической партии. Кроме того, они представляют интересы собрания избирателей по месту работы, службы, учебы, это и студенчество, это и военнослужащие, это и представители других, так сказать, категорий наших избирателей. То есть, если по большому счету говорить, то у нас есть полная возможность провести честные и чистые выборы. Я полагаю, что у никого сегодня и в мыслях не должно быть каких-то, так сказать, попыток исказить результат воли изъявления. Тем более, что, у нас 10, 12, там 14 человек, представители политических партий на участке, от 5 до 10, а иногда 12 тысяч наблюдателей у нас бывает на избирательных участках, плюс ваши коллеги, представители средств массовой информации, плюс члены комиссии с правом совещательного голоса, который представляет интересы всех кандидатов, значит, плюс сами кандидаты, плюс избранные депутаты, которые сегодня имеют право быть на избирательном участке, ну и наши избиратели, которые придут на избирательном участке и сделают свой выбор. Итак, уважаемые избиратели, ваш выбор будет самым верным, а члены комиссии облекут вашу волю в форму протокола участковой, территориальной или окружной избирательной комиссии, и 15, в данном случае сентября, как в этом году, или на следующий день после тех или других, так сказать, выборов, мы доведем до вашего сведения те результаты, которые получились в ходе вашего голосования на каждом конкретном избирательном участке. Все на выборы. Правильно, все на выборы, уважаемые товарищи. Не оставайтесь в стороне, выполните свой конституционный долг, воспользуйтесь своим конституционным правом.